Я тут завтракаю и сразу буду отвечать на комментарии. Наших комментариев очень много. Видите, на улице Марк, а у нас еще новогодние украшения. Мне они так нравятся, поэтому не удаляю. Итак, муж изменял, просил и снова просит. У вас есть 100% уверенность, что он изменился? Вот у меня вообще нет. От слова совсем. Тогда вопрос. А зачем вам играть в иллюзии? А зачем вам играть в самообман? Вам хочется быть в самообмане или в самоиллюзии, что в этот раз он изменится? Есть такая фраза, гробатого могилы исправит. Вот это как раз об этом человеке. Поэтому если у меня есть правило трех таких процессов. Первый раз, когда человек что-то делает, я говорю, хорошо, и он там просит прощения, я говорю, ну ладно. Второй раз человек, я уже так вся на стреме, я говорю, опа, уже третий раз не, дорогой. Раньше я так делала в институте. Сейчас у меня немножко другой процесс. Если человек поступает так, я сразу же понимаю, что во мне есть причины, и я говорю один раз. Нет, все, нет. Поэтому вы, конечно, можете поиграться в игру а-ля простить его. Но в данный момент как раз-таки непрощение – это классный будет инструмент. Иногда я говорю о том, что очень важно держать фокус. Вот некоторым женщинам я запрещаю прощать. Потому что если она простит, она опять на те же грабли пойдет. И вопрос не прощения – это как раз вопрос своей ответственности за свою жизнь. Поэтому если вам нравится находиться постоянно на этом ощущении отверженности, ну что такое, когда мужчина предает, когда мужчина изменяет, это означает, что он постоянно меня заставляет чувствовать отверженный, не ценный. Если вам нравится питать эти чувства, ну вы можете опять вернуться и наступить на те же грабли. Если же все-таки вы считаете себя достойной лучшего, как бы по мне, я бы не возвращалась. И не прощала бы. Прямо осознанно не прощала бы. Ни одну измену.